всем привет меня зовут я на вы попали на канал леди вескер продолжаем сегодня прохождение диска элизиум нужно продолжить не забывайте ставить лайки подписываться на канал и оставлять комментарии а также подписываться на мои социальные сети это в к дискорд телеграм вроде ничего не забыла так сегодня у нас что на поездке дня даже не знаю наш напарник смахался он поехал отвозить труп так что мы остались одни время 6 вечера надо продержаться до вечера смойте запах смерти откройте квартиру дверь квартиры для эврара скрыть еврару что открыли дверь спрашивайте о том что вам значит татуировки поднимите свой авторитет на дети морала криптозоолога это среду надо делать вроде как не знаю где этот криптозоолог когда окажетесь на побережье вам удастся найти понятно перчатки мы не нашли найдите свое удостоверение просите к у нас затем что-нибудь о том как одежда попала в мусор к следу типа тайные коридоры танцев спать караоке курильщик на балконе придите к квартире 28 по 21 00 это надо было сделать понедельник вряд ли сегодня что-то получится но надо будет запомнить хотя знаю так давайте пойдем смоем себя всякую 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 грязь всякий смрад а потом не знаю что потом потом суп с котом и не знаю пойдет он час мыться среди дня дверь надо закрыть бутылок нету все пошли смываться они здесь просто неописимая эпитетом который приходит голоду позавидал бы любой поэт дверь закрыта это не самая чистая ванна в мире но сейчас почище тебя ах мыльная пена пахнет жизнью по крайней мере по сравнению с тобой набрать себе ванну ванна медленно наполняется вода манит раздеться закрыть глаза и замернуть подачу теплые но мне все равно уютно как в околоплодной жидкости у твоих боков как очень печальные уточки покачивается пара пивных банок хорошо одиноко так ты так невероятно устал выпинуть пивные банки теперь ты в ванне наедине со своими мыслями но это проще чем быть с ними наедине вне ванны это даже не то чтобы мысли скорее разрозненные ощущения недостаточно острый чтобы сфокусироваться хоть на одном еще посетить смысл представь что-нибудь видишь трупы и все еще слышишь трупный запах чтобы его вывести понадобится не одна ванная еще дома на узкой дома на узкой улочки прокат видеокассет тьму за изгибом горизонта еще посидеть в вода постепенно остывает твои пальцы бледнее такой же у них морщится вылезти когда ты стоишь вода отступает холодно одежда липнет мокрой кожи ну я типа полечилась хотя не знаю недоступна а почему недоступна все я помылась это было быстро теперь куда надо к этому эврару наверное зайти и сказать ему сказать ему про то что мы открыли дверь потому что чем еще заняться здесь я понятия не имею кстати кто убийца тоже особо непонятно так где тут вход а вот это не туда пришла ну ладно а может туда хотя я выбрала не сам конечно короткий путь а так ну и что все поняла господин дебуа всегда рад вас видеть на этот раз он не обязательно садится вы ведь уже сидели на этом стулья я открыл дверь о которой вы говорили можем мы теперь обсудить убийство очень рад это слышать гарри с улыбкой произносит он один вопрос вы не удосужили заглянуть внутрь и узнать что находится квартире конечно заглянула я заглянул внутрь стукача на стене висел флаг старого ревашоли именно такой фашистской символики я и ожидал он качает головой стукач вероятно молится ей каждый вечер и просит об уничтожении профсоюза а теперь перейдем к делу пришла пора нам с вами выяснить кто убил кого и почему он делает что закатывает рукава теперь начнется настоящая полицейская работа обещаю вам гарри она принесет плоды там была коллекция колониальных кружек а еще и нашел похожую в мусорном баке рядом с одеждой повешенного российские кружки и в мусорке в квартире он хватает с руками за голову вы опережаете меня на несколько световых лет моя вера в способности вашей организации безгранична какое счастье что вы занимаетесь своим делом и даете мне возможность заниматься своим помогать людям используя политику думаете этот стукач может быть как-то связан с моим расследованием о нет 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 я не допускаю таких пересечений он качает головой смеется все чего я хочу это успешное окончание вашего расследования я бы ни за что не стал усложнять вам жизнь но этот стукач мог почистить следы за убийцами поверьте гарри этот человек никто просто подвально диванное ничтожество не могу представить чтобы он мог быть связан с таким серьезным делом но он действительно живет неподалеку может быть это идентичный стукач фашисты известны своей аккуратностью я чувствую себя настоящим детективом гарри правильно я делаю он имитирует избегание дубинкой полицейская работа это не только размахивание воображаемой дубинкой конечно 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 гарри я ведь не полицейский вы полицейский я слышал что между линчеванием и забастовка есть связь хотелось бы послушать что он об этом известно я уверен что вы уже успели выяснить на кого работал наш поконник на плохих ребят на wild points их послали напугать нас еще одна насильственная мера тех кто носит цилиндры против тех кто носит кепки слушаю гарри это забастовка результат многих многих ошибок совершенных wild points они пытались остановить ее прислал вооруженных военных наемников нашу жертву он мрачно кивает контрактник контрактник можете себе такое представить рабочие объединенные товарищеским чувством организуют мирный протест они присылают наемных убийц чтобы скостить нас пулеметным огнем он делает вид что стреляет из воображаемого пулемета я говорю о чудовищах беспощадных палачах которые побывали в и и сути на семенистских островах сарамиризе и везде где только можно себе представить убивали насиловали жгли деревни убивали детей в интересах компании сеньорита ананас гарри все что они делали там они делали и здесь они хотят превратить дерево шольф трущобы третьего мира они сделали все возможное разве что только деревенского слона не убили погодите у вас есть деревенский слон нет гарри это метафорический слон метафорическая деревня но вот наемники и их жестокость они настоящие продолжайте итак я не был непосредственным свидетелем всех этих зверств мне повезло я могу сидеть у себя в контейнере если мне нужно куда-то отправиться его просто перевозят смеется вон погодите перевозят контейнер да я старый человек гарри ноги уже не работают как раньше мой офис поднимают тем огромным краном это довольно весело вам стоит попробовать довольно обо мне моем веселом контейнере он становится серьезным эти убийцы которых наняла компания кажется их было трое все жестокие опытные солдаты один из них будто взял курс на самоуничтожение напивался вел себя агрессивно слегка насильничал он качает головой даже их куратор не мог его контролировать это ваш парень тот что любит по зависать и деревьям как он оказался на дереве гарри вам нужно понять одну вещь мы портовые рабочие не мальчики для битья у нас есть стержень гарри у всех в этом районе если ударить по нам слишком сильно мы ударим в ответ и этот удар он поднимает палец будет смертельным и кто наносит этот удар у профсоюза есть своя военноизированная группа люди в обязанности которых входит не ручной труд а сохранение порядка в нашем районе организация должного течения жизни похоже на преступную группировку они похожи на вас идеалисты которые хотят чтобы не случалось ничего дурного но если уж случилось что ж виновные должны быть наказаны повторюсь похоже на преступную группировку вы думаете это они виновны смерти повешенного как -то тит харди лидер нашей миротворческой группировки пришел ко мне и сказал босс социал демократический огонь в сердце заставил нас взять на себя ответственность и убить чудище что отрезала эту землю ой терзала он скорее всего выразился как-то иначе но смысл был такой я сделал вывод что они его убили хмыкает он я предоставил предоставил две недели оплачиваемого отпуска и велел залечь на дно чтобы избежать наказания вы не боитесь что мы можем арестовать их ой я совершенно этого не боюсь эти люди не из тех кого можно арестовать эти парни из мартинеза суровые и крепкие хотел бы я посмотреть на того кто пытается их взять фыркает он кроме того я отправил к ним свою девочку адвоката она присмотрит за парнями кажется он не просто хвастает в нем нет ни капли волнения он искренне доверяет этой девочке адвокату возможно это тактическая ошибка ну ладно значит они все сговоре но кто конкретно убил этого мужика не понятно они значит ну получается убили его все и при этом они не боятся наказание правосудия зачем тогда вообще сюда эти полицейские приехали если тут самоуправство происходит и типа избежать войны между организациями но похоже этого не избежать в голове у повешенного была пуля то есть они его застрелили кажется он приятно удивлен да ему выстрелили в голову до того как повесили как странно он пожимает плечами я не знаю что сказать гарри они говорили что повесили его и когда я заглянул во двор то увидел повешенного единственное в чем я уверен в том что расследование в надежных руках если кто-то и сможет докопаться до истины в этом деле то это мой любимый полицейский гарри откуда вы знаете что наемников прислала грузовая компания откуда я знаю давайте-ка я расскажу вам об этих людях он ударяет кулаком постулу это их метод принцип работы прошлой зимой несчастные работяги из терминала е устроили небольшую забастовку компания прислала контрактников из седимента бастующие хотели защитить свое право на ношение защитной обуви гарри явились наемники и начали избивать людей по правде говоря гарри я не удивлюсь если к нам явились люди из той же конторы просто она провела небольшой ребрендинг и уж точно я не удивлен тому что под моими воротами образовалась целая армия антистачников значит вы думаете что эта компания наемников организовала антистачников вы сами это сказали гарри черт его кулак снова опускается на стол один из них выглядит так будто может пресловутого слона уложить такие парни во время забастовок не с бухты барахты появляются эта компания называется кренл возможно раньше это был седимент или седимент вы конечно как всегда на шаг впереди меня гарри я ведь не какой-нибудь гений я занимаюсь своими свой пост потому что нравлюсь людям оставшиеся наемники организуют трибунал чтобы разобраться с парнями харди трибунал он кажется потрясенным похоже дело серьезное гарри мы профсоюзники наверное должны обделаться от страха он потирает подбородок вдруг улыбается лучше бы вы мне этого не говорили теперь я потеряю покой и сон давайте сменим тему по тебе видно как ты покой и сон теряешь новости трибунале его явно не обрадовала кажется вас это не очень беспокоит ох гарри хотите знать что я действительно думаю об этом трибунале вы собираетесь пощупать старика еврара даже как следует не поухаживаю сначала он хочет чтобы ты еще кое-что для него сделал может не надо вы говорили что-то девочки адвокате алис умничка он широко улыбается я сам заплатил за ее обучение и думал что после школы она загордится но черт возьми гарри она вернулась непримиримой социалисткой порой она даже меня пугает своим рвением расскажите мне о харди и его команде а это просто прекрасно молодые люди все семеро образцовые члены профсоюза неустанно укрепляют свои позиции в социал-демократическом движении наша опора раньше ими заправлял старик тео но когда руль перешел к титу он сменил название дела резко пошли в гору он начинает смеяться нельзя не оценить его инициативу что еще можете рассказать кто у них второй по старшинству кто самый агрессивный гарри почти все они отличные парни настоящие лидеры чтобы не случилось я уверен они стоят стояли на страже интереса в ревошоле работайте с ними черт возьми можете даже допросить их только не боритесь с ними они на самом деле точно такие же как вы любят пиво женщин и хоть какой-то порядок на улицах эрар я встречался с парнями харди можете вы просить их быть подговорчивым ну конечно это самый меньший что я могу сделать для своего доброго друга гарри сразу же после того как мы закончим разговор теперь ты можешь пойти рассказать об этом фиту послушать что он скажет еще гарри вот пять реалов зачем он протягивает тебе банкноту погодите зачем вы мне это даете я ничего вам не даю я просто держу в руке пять реалов стоит ли говорить что это очередной его трюк не бери мне это не нужно мне нужна только ваша помощь с парнями харди а я вам ничего не предлагал просто держу деньги в руках он убирает купюру в карман но я готов поделиться с вами информации еще что-нибудь нет больше ничего так ли уж отлично мы поговорили он откидывается назад с озабоченным выражением на лице не уверен что мы слишком далеко продвинулись я надеялся что мы раскроем дело черт возьми я даже хотел рассказать вам о настоящих целях забастовки не знаю как это случилось гарри я хотел чтобы вы почувствовали себя в мартини за как дома конечно же я хотел чтобы вы нашли свой пистолет на него вдруг находит вселенская грудь но ой грусть вселенская грудь но я не могу вам полностью доверять пока что пока что да гарри я не могу полностью доверять тому кто не является сторонником левого движения говорит он медленно покачивая головой хочу но не могу сторонником левого движения то есть ты должен быть социал-демократом слишком много боли принесли ему в прошлом люди которые не были социал-демократами Мне о чем насрать на все эти движения, если честно Давайте четверто отметим Это очередная коррупционная уловка Так, я не левый и не правый Я делаю то, что подсказывает мне сердце И что ваше сердце подсказывает по поводу потерянного пистолета Гарри? Что нужно забыть о нем? Или что он хочет, чтобы его нашли? Он выковыривает что-то из зубов Мне кажется, ему холодно и одиноко Думаю, он хочет, чтобы его нашли, поэтому у меня к вам предложение Что вы потребуете взамен? И опять же, не прошу вас делать ничего неэтичного или противозаконного Вам просто нужно получить лишь пару подписей на бумажке, он достает конверт А затем отправить моему бухгалтеру в Дельту Для чего эти подписи? Рад, что вы спросили, Гарри Профсоюз собирается построить Мартини за современный молодежный центр По его лицу расплывается широкая ухмылка Это будет доброе дело, мы отберем у детей наркотики и дадим ролики На побережье есть маленькая безымянная улица, окруженная старыми домами Большинство нужных подписей уже есть Мне просто нужно еще две, чтобы запустить проект И где именно находится это место? На побережье, Гарри, на той стороне канала, там есть тупик Маленькая деревня, как они его называют Мрачное место, вы его найдете Я верю в ваши детективные способности А что будет с теми, кто живет там сейчас? Нужно будет только полгода потерпеть шум стройки И люди заживут по-королевски Прямо рядом с модным молодежным центром Спроектированным лучшими архитекторами Стелла Мари А он абсолютно точно уверен, что нынешних обитателей не выкинут на улицу? А вы на сто процентов уверены, что никто не останется без крыши над головой? Уверен ли я? Толстяк качает головой, будто не верит своим ушам Гарри, эти люди, Мартинес, это самая важная часть моей жизни Я никогда не позволю, чтобы с его жителями случилось что-то плохое Мы собираемся построить там молодежный центр Стоимость их имущества вырастет, а у детей будет место для игр Я забочусь об этих людях, а не выбираю почву Выбиваю почву у них из-под ног, Гарри Я забочусь обо всем Мартинеса, а не только о порте Он говорит правду Ладно, если я там окажусь, то попрошу их Вы льете бальзам на мое сердце, Гарри Работать с вами одно удовольствие Он передает тебе незапечатанный белый конверт Вам нужно получить подписи Изабель Сади и Ливиен Картер Тупик находится сразу за ломбардом, через канал Я слышал, со шлюзом какие-то проблемы, но его должны починить к утру среды Да, я знаю Когда получите подписи, отправьте документы по адресу Ля Рока, район Дельта Тогда мы сможем поговорить о вашем пистолете Он проводит рукой по своим редким волосам Ладно, я пошла Мне надо прокачаться, но я не знаю, что мне прокачать Силу воли, может? Сила воли, сила воли Вот она Все, пошли отсюда Мы здесь выйти не сможем Только обратно Чего он не бежит? А, вот Ну, не сказала бы я, что мы прям сильно продвинулись Двинулись Че ты скажешь? Мне ничего Здрасте, господин хороший Я и так и знал, что вернусь и поговорю со стариком Лео Так и знал, так и знал Да, прям как с баней, которая открыла в подвале Леди Лериш Ладно, все, хватит У меня к тебе вопрос Хотя нет, я пошла Нет у меня вопросов к тебе Пока что Сейчас, наверное, пойдем сдадим бутылки А где тут выход? У меня же есть бутылки в пакете, да? Как дурак бегу с пакетом А здесь я не могу ничего сделать, да? Сдам бутылки Пойду попробую поговорить с бандой Хотя я еще хотела с Громилой поговорить Может быть, он мне расскажет что-то Про свои татуировки О, смотрите-ка, сколько бутылок А я тут, кстати, не была Это все мне Богатство Бутылочки Все? А тут что? Будка ночного охранника Табличка на двери глазит Рене Арно Может, Рене прячет здесь что-то интересное? Ты не находишь никакого криминала В шкафчике чисто Все его немного численное содержимое Аккуратно разложено На столе лежит эта карточка Трогать А я, по-моему, тут уже была И все, разыскивала Ладно, пошли Пошли дальше Пресло Кто здесь отдыхал? Ну, угадай, с трех раз Давай посмотрим О, если здесь что-то и спрятано, то найти это будет очень сложно Одной концентрации тут недостаточно Только опытному бухгалтеру, который имел дело с поставками, удалось бы разобраться с этой информацией Однако ты нашел также небольшую записку Написанную от руки и прилипшую к стенке ящика Посмотреть на записку Похоже, это какой-то список дел, написанный крупными и неровными заглавными буквами Лео, не забудь Обувь Эврара Особый борщ в танцах Полить растения Эврара Подмести в офисе Еще плакаты Все пункты списка зачеркнуты А сама записка скобка Это не похоже на что-то обречающее Но все равно может назвать находкой Ладно, я не знаю Зачем это? Ну, я получила немножко опыта Короче, тут больше ничего нет Можно отсюда уходить Давайте вот сюда К громиле подойдем Спросим про татуировки Почему заблокировано? Блин, у него нельзя про татуировки спросить Только что означает твои татуировки Я это уже спрашиваю Разве Эврар Председатель профсоюза не белый? Ульгарное понимание Белый или нет Не имеет большого значения Раз его загадка куда глубже всего этого Он вывращается в сторону порта Разговор с тобой ему заметно наскучил Извини, конечно, теперь я понимаю глупше Господин Клэр говорит Большой Господин Клэр Человек больших планов и средств У него хватает воли противостоять Интернациональному капиталу Чего так и не смогли Исполненные наивности Коммунисты в твоей расе Моя фишка это таинственный четвертый вариант Фишка индивидуализм Ты взял эти идеи с дегенеративной молодежной культуры, не так ли? Может быть, ты черпаешь их из рок-н-рольных песен? Молодежная культура не влияет на мое мышление? Конечно, влияет Ты дегенеративный индивидуалист и рок-н-ролльный бунтарь Пешка транснациональных корпораций, как и вся остальная ваша раса цвета ветчины Я не удивлен, что тебе так нравится эта музыка Такое случалось со многими побочными продуктами Возникшими в процессе Незбежной культурной победы Семенинской расы Какой-то он сам расист Так-так, поступила информация о том, что где-то в Мартинисе Замечено нормальное, разумное и умеренное Политическое убеждение Это все потому, что я в политических беседах всегда выбираю ничего из перечисленного, да? В том числе, но не только Может, дело в похмелье Может, это просто временный выплеск серотонина Но что-то тебе подсказывает Настало время стать подданным королевству совести Ни слова больше Где тут у вас паспорт получает? Я знал, что тебе можно доверять Запомни, настоящая демократия Ревошоли не за горами И когда она, наконец, придет, мы все станем намного счастливее Ну да Да И что? Тут же ничего нету Ладно Скучные вы Уйду я от вас Да, блин Как-то пройти дальше-то Я не понимаю Не вижу ни хрена В какую сторону идти-то Можно мне? О Вот нам сюда Где там этот автомат С бутылками? С дать бутылки 0,70 Мало Стал богаче Ну да Может, ты про татуировки знаешь? Эм Это про вопросы опять? Понятно Про реальность я не хочу спрашивать Пока что Будем экономить время Пока не найдем убийцу Кто же может знать про татуировки? Какой-нибудь татуированный дядька Ну тот татуированный мне вряд ли что-то скажет Который громила Расист Так, давайте сохранимся На всяких пожарных Так, ладно Ты мне ничего не скажешь? Давайте поговорим с ним Снова ты Грубо откивает Он Чего тебе надо? Авторитет Немыслимо Я нашел пулю в голове повешенного Пулю, говоришь? Он хлопает себя по затылку Любопытно Еще как любопытно Если вы его повесили Как она туда попала? Он смотрит снисходительно Ну, в мире много пули Много голов Он глубоко вдыхает Вполне логично, что рано или поздно Одна из этих пуль Стретится с одной из этих голов Оно вообще говоря Непременно повторится Он постукивает себя по праву и вску По статистике я имею ввиду Думаю Повешение Это способ Прикрыть то Что вы его застрелили А знаешь, что я думаю? Воздевает палец Думаю, ему Пальнули в голову в детстве Пуле с тех пор Вросла в мозг Вросла в мозг Ох, а Лен Берется за переносицу Хорошая шутка Это напускное веселье На самом деле Им не нравится Что ты это знаешь Вы в него стреляли? Запрокидывает он голову А ведь я, кажись, стрелял Я бухой был Вы же знаете, какое это Когда напьюсь Ага, Глен Как нажрется Начнет палить Смотрит тебе в глаза Мужичок В твоих интересах Чтобы он оставался трезвым Я имею ввиду До того, как вы его повесили До, после, во время Разводит она руками Это уже абсурд какой-то Они рассказали вам, что случилось Не тратите время Нет, буду тратить Спрашиваю еще раз Почему вот это Показать пулю Было в голове у жертвы Ух ты Мужичок Придвигается Рассматривая свинцовый цветок В настоящем пакетике для улик Все дела Шли бы вы отсюда Занесли ее в список улик Эти люди уже дали вам свои показания Так, ладно Сейчас мы еще раз сохранимся И я попробую Получить авторитет Хотя не знаю Получится ли Конечно, может не получиться Может получиться Будем загружаться И пытаться Загружаться И пытаться Квиксиев Мне но вдруг повезет Кто знает В этой игре только так и делать Тут же эти кубики сраные Ну я конечно не буду делать Прям 10 раз Сделаю немножко Если не получится Тогда отвалю и дальше Пойду Так, загрузить Может у меня есть какие-нибудь Таблетки для авторитета У меня есть только минус Авторитет А плюс Нету Давай Короче, еще раз Да, от них я ничего не добьюсь Так, еще раз Давайте еще два раза Если не получится Тогда Будем пробовать Другие способы Не, видимо Шансы слишком низкие И Не выпадет мне удача Это ты опять Что это? Не Ну ладно Значит следующим Качаем авторитет Получается Давай Мы поговорили с Эвраром Он обещал, что ты будешь сотрудничать Со следствием Ой, то есть ты сбегал к моей мамочке Теперь она велит мне играть с тобой Он сплевывает Так, законники А если не послушаемся То что, наклоняется перед мужичок Наявитничаешь? Очень по-взрослому, ребята Эврар уже говорил про меня Да, слышал я Что потом я тут высиживаю? Если бы не указание босса Тебе бы просто Пистели навешали Что ж, копа Давай скажу четко и внятно Он прочищает горло и объявляет Приветствую вас Я Тит Харди Это мои парни Парни Харди Чем мы можем вам помочь? Чтобы прогнуть волю Тита Нужна целая армия Но то, что Эврар тебя поддерживает Немного на него повлияло О, теперь высокие шансы Давайте попробуем Да, ну ты серьезно? 72? Написано 72 Высокие шансы И что? Где эти шансы? Ничего не понимаю Это так игрой задумано Или что? Равные шансы Так, вот с Эвраром Поговорим А теперь 72 Ну почему неудача-то? Бред какой-то Сколько ж мне надо Чтобы была Не неудача Это вообще жесть 72 Высокие шансы Я проигрываю Что это за козел такой? В бутылке Авторитет Авторитет Да это ужас какой-то Что за бред вообще? Ну и что будет Если у меня там Авторитет поднимется? То что? Кто это изменит? Что это? О, наконец-то Ты осматриваешь зал Набитый потными мужиками Они матерятся Пьют, хрюкают табаком Знакомы? Где-то я это уже видел Ах да Кажется это место Называлось из часток 41 Тоже набито Почти сугубо мужчинами Что сидят за столами Ругаются И тратят время Я понял Тит Вы мужики Здесь власть А? Как же иначе? Ведите себя Как самая настоящая копа Пьете пиво И хуиппи на эти Он наклоняется к тебе Теперь тебя пиво не устраивает? Еще не совсем Продолжайте давить Да нет Я тоже люблю пиво Он мне пиво Меня устраивает Встраивает И настраивает На правильный лад Тот при котором И нужно думать Как работает свою работу Короче все как у вас Говори за себя Парниша Он ставит пиво на стол Я 10 лет этим занимаюсь Видел бы ты Мартинес До того как мы Организовались Он был как Джемрок сейчас Брат Они же не видели Ни хрена Он поворачивается К тебе Тут было по 3 перестрелки В неделю В детей тоже стреляли Граффити повсюду Вы копы с 30-х Тут не показывались Поздравляю Но я слышу только Как вы обсуждаете Сисиандры Моники Когда у вас Человека изнасиловали И че? Ты че от меня то хочешь? Мы разобрались с мудилой Он снова берет банку пива Не дай ему его выпить Быстрее Еще удар Женщина изнасиловали Ей нужна психологическая помощь Нам необходимо с ней поговорить Тит Он смотрит на нее Она прерывается на полусловии Готова Он у тебя в кармане Он расскажет Но по-своему Она прерывается на полусловии Готова Он у тебя в кармане Он расскажет Но по-своему Хочешь с ней поговорить, коп? Ладно, я дам тебе с ней поговорить Ну, чтобы уважительно. Если отнесешься без уважения, если будешь ее допрашивать или еще как-то донимать. Тит касается кулаком своей челюсти. Полный грузовик, мучительной боли. Кивнуть. Как ее зовут? Так. Классе Аманда. Она остановилась здесь, в танцах. Красотка такая, серебристый комбинезон, блондинка. Тит поправляет кепку. Классе через две А. Блин. Девушка с верхнего этажа. Нет, не может быть. Помнишь, что ты ей сказала? Что хочешь с ней переч... Низкие шансы. Да ладно, я так сказала. Мистан Сащица... Аранская? Да. Почему? Нет. Ты, наверное, ее тут видел. Он мажет головой вверх. Да, видел. Но я проиграю. Ты зачем-то добавил класс после имени жертвы. Учи глаза, как дикое животное. Твои пальцы дергаются, а на лбу выступает аспорина. Птица странно на тебя смотрит. Не понимаю, что в этом классного. Спокойно, все нормально. Ты чуток заговорился. Постарайся это просто забыть. Так. Ладно, спасибо, я с ней поговорю. Помнишь, что я сказал. Полный грузовик боли. Он указывает на тебя банка пива. Я пойду. Да уж. Это, конечно, жопа. Надо что-то прокачать, но я не знаю, что пока что. Мы поднимемся к этой женщине, но не сегодня, а в следующей уже серии. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Не забывайте ставить лайки. Подписываться на канал. И оставлять комментарии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok